Волганизм 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 приводит к снижению солнечной радиации. Тихо. Вот это важно знать. Потому что это одно издержание. А себе представьте, что их было, скажем, 20. Это будет очень чувствительно. Вот интересно обратить внимание на снимок. Извержение вулкана, а вот эти всплески на воде, это падение вулканических вулкан. Вы их не видите, они уже как бы холодные, остыли. Вот выброшены были, и вот они падают, и как бомбершка внизу, видите. Очень такой хороший снимок, достаточно редкий снимок. Вот извержение вулкана. Видите, мы говорили с вами, что всегда при извержении в особстве облачности, а только при наличии пепла в грозу. Я вам показывал такую сакуратимую вулкан в Японии, мы их много и всегда молния. Почему? Вопрос вам я на экзамен задаю. Почему? Третьи между частицами. Правильно, совершенно верно. Частица стекла, значит, соприкосновения электризуются, и вот вам разряды. Причем, это фантастически бывает молния. Все забито молнией, а туч нет. и дождя не отдаются. Хотя он и бывает. А вот это интересный снимок, когда у вас спонсорные выросли при извержении, ну, вулкан, видите, пытаются отщепить от него вот такие кристаллы. Видите, растут из изгаляться этих вулканических. Вот вам это вот, по-моему, я их смотрел, да, это, по-моему, вот это любимый Ваня Эй, я вкладываю ее кудрюлю. Вот видите, опять очень красивый, конечно, видит, такой вот молния и вот туча, пепла, ничего другого нет. Это очень эффектно выдержит и эффектный снимок сделан. Очень красиво. А вот это фингалово-пещера, она знаменитая, видите, туда проходит как бы тоннель и вы видите столбчатую отдельность. Причем, обратите внимание здесь, вот эти поперечные, как они называются? Я забыли, все. Чисел Маркс, следы зубива. Чисел Маркс, Чисел Маркс, по-русски, след зубива. Почему? А потому что охлаждение идет постепенно сверху вниз. И когда термонапряжение достигает такой величины, что может порода разорваться, вот она проникает на эту величину. дальше посылает еще, еще, еще. И вот это очень характерный рисунок. Ну, это просто серый, вы видите, это фумарольная деятельность на вулкане, классические фумаролы. А вот это карбонатиты, это в Африке вулкан Алдония-Ленгай, восточно-африканская лифтовая зона. Это единственный вулкан, который из Беркарии карбонатиты. Ну, это послушка в Кальций-0-3. Понимаете? Ну, вот, видите, лавные потоки, все, это очень редкий вулкан. Ну, не совсем он так, как С-0-3, но это, в общем, не те лавы, которые мы прижимаем видеть всегда. Это тоже, это Алдония-Ленгай, это Ч-вулкан. Вот это опять, это столбчатая отдельность, очень похожа, знаете, как в органном трубе, она так называется, органность. Сейчас как меняется. Вот это очень характерный такой рисунок. Но это, видите, вот тоже фумарольные деятельность озера, заполненные всякими эксгаляциями вулканическими, видите, цвета хорошие все. А вот это, смотрите, Кандера, вот она внизу, видите, вертикальные стенки, но там происходит измельчение. И очень красивое небо. А вот там падает метеорит, горху, вот это тоже такая фумарольная деятельность, вид сверху, вы видите, ну это вот то, что в свое время Данте называл вход в ад. Он считал, что это вот как раз плегрейские поля около Неаполя, вот там все это фумаролы, сальфатары, эксудаты, сублиматы. Все, забыли, что все надо знать. Вот очень красивое извержение вулкана, вы видите лавовые потоки, выбросы, красиво очень снято, И вот лавовый поток, чертарный, желтый, температура высокая. А вот это образование вообще-то пилолав, но здесь показано выдавливание этих лав, вот видите, вот эти беленькие измилистые тресины, это раздавилось. Я вот объяснял вам, как пилолав образуется, как они из тюбика давятся, и вот пережимы у них, вот эти пережимы не видны здесь, внизу там расплавлено, но это вода, поэтому она остыла мгновенно практически. Вот это то же самое, видите, сверху застыло, внизу у вас раскаленное. Вот тоже поток, ведь чем вулканологи определяют по цвету температуру, вот желтая это 1100 градусов, а вот красная это уже 1000, темно-красная 900 градусов, это довольно хорошо определяется. Вот так же выбросы, видите, фонтанируют, но ничего нет, облаков нет, фонтаны, это базальтовый маг, наверняка, это, по-моему, этно, зимой, этно, а где этно находится? в Сицилии, а вот подножие это город Катания, который непрерывно все ждут, когда его забьют, но его не заливают, там алтологический институт хороший, вот даже. Вот видите, лавые потоки, подавляйте внимание, что поверхность уже темная, это значит температура 600-700 градусов, а тут же подпоркой вы видите, что там еще все в районе где-то 900-1000 градусов, вот прекрасно образование канатной лавы, смотрите, вот корочка застыла, и она сама перекошена, как будто это вот веревка, а внизу все еще расплавлено, и все это движется, вот видите, это же очень сильно очень высокая температура, и скорость течения базальтовых лав на киловая как скорость пульта, 70 километров, вот вода, просто вода, которая течет, а вот это вы должны знать, вот на зачете вы спросите, что это такое, это вот видите, вулканические конусы, которые образовались явно на трещинах, вот было трещинное издержание, влево и вправо, были потоки, когда энергия стала затихать, этого очага, вытянутого вдоль трещины, образовывались только отдельные выходы, и вот это конус, они бывают шлаковые, бывают лавовые, вот точно так выглядит, я не помню, что это, но вулкан Гекла в Исландии, который измерщение 1778 года провело почти к полной гибели всего на Исландии, всех там овец, скотины, и люди погиблило очень много, еще было покрыто пепло, мощнейшее издержание, по-моему, 18 кубических километров было вымышено, а вот это, вот это погону тоже на Исландии, Гримс, вот действует, вулкан, но, смотрите, как вот самолетик бесстрашно облетает эту тучу, хорошо их с ней впадет, но это еще лучше, видите, вертолет я знаю, это Робинсон, так, это тоже, видите, вот, обратите внимание, лава вытекает, значит, сверху уже корка все застыла, а вот с боков, вы видите, еще в расплаве, а вот корка изгибается по направлению течения, вот вы пойдете на Энбрус любой рукой на Камчатке, вулкан не действует, все потоки будут так выглядеть, вот, очень красивый тоже вулкан выброс, видите, выброс уже лава, но, вот, классическое, такое, инфузивное, эксплуативное извержение, а вот это тоже интересно, смотрите, вот была, была вот древняя лава, по-видимому, шлак покрытый, натек лавовый поток, он маломощный, несколько метров, но в этом вот потоке, внизу вот трещины, и по трещинам вырывается, вот там красное, видите, ну, желтое, раскаленное, вырываются отдельные, отдельные струи, и вот на этом месте образуются конусы, вот у вас так будет вытянут, дальнейшем, конус, вот очень красивая лава, вот такими, это не канатная лава, такая вот, значит, вот где-то есть канатная, здесь такими лепешками, она такими, языками, но все это раскаленное, вот выбрасывается пол на Гавайи, а это районный вулканизм, где у вас вот разный цвет, окрашены, ну, примеси серы, везде, очень красиво, а вот это катание и вот вулкан этого на горизонте, когда вулкан извергается, для города, это манна небесная, потому что туристов тысячи приезжают смотреть, значит, деньги иду, значит, даже вулкан может приносить деньги, вот там тоже, видите, это зимой, небольшой поток, но очень красиво, это итальянцы снимали, но это их вулкан, вот кальдера, слева вы видите серо, поствулканическая деятельность, вот у вас вопрос в билете, будет поствулканическая деятельность, чем она характеризуется, и что при этом получается, вот вы должны это все объяснить, вот тоже фумармолы ловите, ну, вот тоже лава красивая была, видите, наползает лава, этот поток наболела древние, и тоже, наверное, была канатная лава, вот лавовый поток, это, по-моему, на Гавайях, течет через лес, вот это заодно, как речка, как ручей, видите, ручей, берег, и застепший лава, а тут течет вот эта лава, но это современно, а теперь представьте, все это в разрезе, геологическом, который вам нужно расшифровать, вот знания об этом, помогут вам расшифровывать вулканист древний, а это необходимое знание, но вот еще, видите, вот канатная лава, да еще вдоль потока, какой-то рыбий глаз слева, чуть интересный, вот опять, что он читает делом, тут прекрасно, мальчили, причем здесь шестигранник, шестигранник, я говорю вам, наиболее энергетически выгодная форма, но, вот эти, мостовая гиганта, как их называют, но вы не помните, я еще помню, в Ленинграде, я Ленинград сам, в Петербурге, в Ленинграде, ну, до сорокового года были участки, которые вымощены, были шестигранными, деревянными, чербаками, древними, по ним очень хорошо, вот, каретовские, бесшумные, вот, именно шестигранники, а в Закарпатье, все дороги были вымощены, вот базарками с карьерами, с карьерами, но там не природные шестигранники, делали обычно четырехгранников, ну, это то же самое, я говорю вам, вот это, постфалканическая деятельность, очень красивый снимок, замечательный, а вот это, видите, окошко, вот все вроде застыло, вот, видите, вроде так сесть можно на севы, сядет ты, сядет, а температура-то градусов 800, не очень, вот, вот, почему в одних случаях образуется канатная лава, а в других нет, в одних глыбовая, а в других канатная, в одних а-а лава, а в других вот такая, вот такая лава от базарика, сравнительно жидкая, они быстро застывают сверху, у них порта не успевает разрабиться, она сминается, вот как материал, понимаете, и вам вопрос может быть задан, а почему в одних случаях так, а в других так, ну вот, видите, взяли канат и перекрутили, прямо вот, ну это же лава красивая такая, у меня где-то есть образец такой лавы, ну вот еще взяли, прямо заметно завели, это базарик, это безусловно можно сказать, а это киловая гавайская острова, падение потоков в океан, вот у меня были, я говорил вам, у меня студент стащил кассету, где были подводные съемки, в Гавайи, ну, там холангист плавал прямо рядом, когда она вот подает воду, она сразу превращается в шар, и сразу застывает, и вот все они летят, очень эффектно была съемка, а это, это тоже из космоса снято, видите, вот изгружение, лавовые потоки, это тоже выбросы, вот обратите внимание, это вот не канатная лава, но была тоненькая корочка, как одеяло, и вот эта тоненькая корочка, она пластична, и начала сдавливаться, вот если вы одеяло так вот сдавите, вот так оно и будет, вот тут ручкой пытается дотронуться, браво, ну, вот тоже такой поток, видите, эффектно очень снятый, конечно, вот, как из пасти откуда-то, вот это застыло, а вот нижняя часть в туннеле еще не видится, но вот тоже, понимаете, вот сплошная гроза, вы знаете, все газеты, обошел снимок, и в наших, как, в день отречения Папы от престола в собор Святого Петра попал в молнии, и снимок, кто говорит, что это было сделано, а кто говорит, что так и была гроза, и молния попала прямо в шпиль Святого Петра, главного собора в Риме, значит, может этот знак слышит, может нет, кто знает, это вот, по-моему, районы Устонского парка, где гейзеры бьют, это вот выход вот этого гейзера, ведь гейзер это вода, которая больше 100 градусов, неважно, минеральная, не минеральная какая она, вот она начинает нагреваться внизу, потом поднимается вверх, мы ее разбирали, но она не может выброситься вверх, пока не будет нарушена равновесия, достаточно подняться одному пузырьку, как все, давление падает, и вся вода устремляется вверх, я говорил вам, что самый большой гейзер, зафиксирован, для этого в Новой Зеландии, Уймангу, высотой примерно на 450 метров, ну как Останковская башня, кипяточек, близко стоять нельзя, но он и сяк, сейчас нет, здесь бьют на низ 50 метров, а вот это вулкан Сен-Хеллен, который извергался в 86-м, в 86-м, да, вот, понимаете, очень интересно, был вулкан, вот такой кукол стал расти с одного бога, вот, вот он видим, часть этого кукола, потом он тоже взорвался, был колоссальный взрыв, ну вот это красивый кратер, я не помню, в каком вулкане, я просмотрел их, ну вот это как бы, ну бродит, ну это не раскалевый, конечно, это просто свет такой, на лаву, а вот, вот это очень красиво, смотрите, небольшой кратер, ну каверия даже, вот вал образованный, а там порта, ну подпорка, это в общем расплата была, и вот геолог, вулканолог, значит, вот что-то рассказывает, пересмотрен, а вот это что такое? Это пилол лавы, шаровые лавы в разрезе, видите, у них структура такая, более-менее, концентрическая, но, вот такое обнажение, если вот такую стремну есть, пилол лавы, вы будете смотреть на Петропавловском фарлире, юрские, вот так же выглянут, пилол лавы, это принадлежность, погодом излияния, на поверхности и в мелких озерах никогда не было такие лавы, а это вот несчастная лошадь, по-видимому, из Помпеи, там я вам показывал людей, вот, а это вот, Помпейская лошадка, вот это Тефра, что такое Тефра? Любой продукт, кто выдвинул этот терминт, я знаю, на А, вторая буква Р, Аристотель, ну вот еще, это я уже не знаю кто, может барашка, может не барашка, может не барашка, но тоже, видите, вот это, пензовидная Тефра, мощность у 4 метра, погибло это животное, но потом его вот нашли, но тут еще скелет сохранился, а обычно это только слепкие гипсулы, вот это, тоже характерно, столбчатая отдельность, смотрите, как видны, видны вот эти чизы у нас, вот следы, вот они, все поперед, вот это очень характерно, вот вам вопрос, образование столбчатой отдельности, значит, термонапряжение определяется коэффициентом линейного расширения, помноженного на разность конечных, начальных и конечных температур, в самой эмитивной форме, вот опять столбчатая отдельность, это тоже очень красиво, вот это следы бомб, которые летят, вот эти, ну они быстро летят, но они оставляют след фотографии, или струи, ну это не струя, а это след от бомбы, ну вот вам показано, дальше я разрез, вот магматическая камера, подводящие каналы, страта вулкана, что значит, слоистый вулкан, вот этот, это, вы видите, то лава были, то, а где он бегал были, а вот эта лава внедрилась, и это похоже на сил, или на локолит, локолит, это как грибообразное тело, видите, это приподнялось дальше на поверхности, а вот это дайки, а вот это что будет? вот эти, как будет называться, ну вот эти, силы, пластовая замерзь, силы, вот они есть, у нас силы, локолит, нэк, подводящий канал, кракер, здесь, все элементы есть, а вот это совсем другое, вы смотрите, это вы видите, в Крыму, точно такое же обложение, у трудолюновки в деревне, бывшего модерника, вот вы описываете ее почти все, псевдошаровая отдельность, ну что такое псевдошар, вы в футбол можете играть псевдошаров? не можете, это же не квадрат, а вот он образуется, вот шар, а как он назывался, это не подводное излучение, а это концентрически, скорлуховатая дельность, я вам рисовал ее, которая образуется, в результате, в ветре, вот трещины образовались, вот так, так, и по трещинам начинается отслаивание, одно, второе, третье, и наконец образуется ядро, вот, на Тургусске нижней, когда мы лезем наверх сила, там некоторые, вот как будто ядр, как будто война с Наполеоном шла, все вот эти шары, это очень характерно, но не шар, но не все это шар, вот это тоже, по звукамечке, видите, но это вот тоже, вот летят, помнили, швак, все остальное, безвое, тоже красивый снимок, но это классические извержения, которые не вызывают катастроф, как правильно, такого тела, а вот это, как мы говорим, смотрим, вот смотрите, что-то по краям, и что-то в центре, это что такое? да, вот, это дайка, а экзамен-то все ближе, между бывшими, дайка, это тело, которое имеет длину намного больше, чем ширину, дайка по-шарпански, вроде забора, и вот смотрите, вот ширина, а и другие породы вмещаются, вот таких дайк, полно на Кольском полуострове, вот на полуострове Рыбачье, около Фурманска, ну это прекрасная дайка, снимут замечательно, это опять тепло сверху, вот это здесь катание, это космические снимки, не то здесь, не то здесь, плохо видно, ну, знаете, на катании есть кратер, главное, а есть немного побольше, она же каждый год воздвигается, а это вот тоже энтузиасты, вроде вас, смотрите, тут же тысяча градусов, они так лезут сбоку, и ничего, ну, по-видимому, там остыло уже, я там, я там не полезу, на скаленную, но любопытство туристов, оно не иссякает, навсегда, это тоже, ну, просто неврастом, эти разные, с ним, красивые, вот красивый с ним, ведь, эффектно, значит, это опять, столбчатая длинность, а вот это интересно, смотрите, значит, столбчатая длинность, всегда располагается, перпендикулярно, изотермом охлаждения, значит, вот здесь, столбы, значит, нищие, чего-то, куда, эта лава затекала, было вот такое, ну, вот так же, теперь посмотрите здесь, видите, столбы все наклонились, значит, если у вас, изотерма была здесь та, а здесь она начала изгибаться, вот сюда, в этот тур, а здесь был, наверное, край, край того, того репьев, куда эта лава затекла, она же несовременная, это видно, подводная столб, шкаль, где у нас, ну, все, ну, вот так, полками,